Здравствуйте, дорогие друзья! Телеканал Старт приглашает вас вновь отправиться в виртуальное путешествие в мир южнокорейской Кей-лиги. На очереди 26-й тур, предпоследний тур чемпионата. В этот уикенд случилось огромное количество важнейших матчей. Но обо всем по порядку и стартовая для нас игра не только в нашем обзоре, но и по хронологии. Это матч Сувон Сапсунг Блювингс Сона. Сувон более или менее себя обезопасил от вылета. Команда расположилась в середине турнира и таблицы, хотя в целом, конечно, Сувон совсем неудачно получился для хозяев этого матча. Сунам пока по-прежнему еще может отправиться на понижение в Кей-лигу 2. И Сунаму нужно набирать очки, хотя все начинается просто обескураживающе для Сорок. На восьмой минуте они пропускают и центральный нападающий Сувона выводит свою команду в пирот. Это Гун Хики. Вот так он открылся в штрафной площади, хорошо сориентировался, пробил в касание. И болельщики, которые вернулись не только на Сувонгол, капнули в целом на все стадионы в Южной Корее. Болельщики рады и ладцы не встречают этот красивый гол. Ну, гол действительно прекрасный. Все исполнено на заглядение. И Сувон в матче повел достаточно закономерно. Вообще, в целом, конечно, Сувон оставил за собой стартовые 10 минут этого поединка. Сунаму было некуда деваться, нужно отыгрываться, нужно идти вперед. Вообще, конечно, подопечные Ким Нам Иля в этом сезоне крайне нестабильны. Команда выступает волнообразно. То выдает хорошую серию встреч, то проваливается в течение матчей в пяти. Но вот здесь мы видим, как Сувонг пропускает. И Сунам на самом деле после пропущенного мяча стал создавать остроту вблизи чужих ворот. И Санг Хонам на 18-й минуте делает счет 1-1. Интересно получился первый тайм, пусть и без большого количества опасных моментов. Но при этом посмотрите, как бы идет в этой ситуации Донал Хенри. Четвертый номер Сувона и этим кивком головы завершает первые 45 минут. После перерыва по-прежнему мяч еще все и чаще был вблизи ворот Сунамо. Также игра продолжала изобиловать красивыми подходами к чужой штрафной площади. Вот такая позиция была в листа Сувона. Пробил он с помощью обводящего удара в дальний угол, но не попал. Адам Тагарт, кстати говоря, в этом поединке остался в запасе. И примечательно, что появился он на замену ближе к концу матча. И что происходит на 71-й минуте. Напомню, что Сунам, как бы там ни было, имеет реальные шансы уступить. Винч Хоуну в борьбе за выживание оказаться на последней строчке и Сунамо просто необходимо. Была победа. Команда всеми силами цеплялась за три очка. В частности, Томи Славкиш, который на наших экранах. У него был момент в первом тайне, но сейчас получает право на пенальти. Харват реализует свою первую попытку. Отправляется праздновать, но арбитр празднования обрывает. Потому что здесь неправильно сыграл галкипер. И вот так вот парадоксально, несмотря на то, что Хиш забил, а правила нарушил футболист Сувона, все равно пришлось перебить пенальти нападающему Сороку. И здесь он уже мяч отправил в другой угол. Снова очень уверенно передал вратаря. 2-1. Он нам забивает в концовке встречи против Сувона. И потенциально набирает 25 баллов. Напомню, что у Инчфон Юнайтед был 21 балл после 25 встреч. У команды Сонам было 22 очка. И необходимо просто было Сонаму побеждать, что Сороки, в общем-то, и сотворили. Хотя вот такое попадание в перекладину или даже хрестовину случилось у Сувона в самом конце встречи, в добавленные минуты. Матч действительно был очень яркий. И больше повезло в этом поединке с футболистом Ким Нам Илья, которые забирают 3 очка и реально включаются в борьбу за спасение. Важнейший матч для вот этих футболистов. Идем дальше. И здесь уже матч Сюл-Канвон. Вот эти команды уже ничего не боятся в нынешнем сезоне. Сюл, парадоксально и неожиданно, оказался в второй восьминурке. Очень нестабильный и неудачный сезон для столичной команды. Канвон тоже играл во второй группе. В группе не чемпионской, но при этом провалов Экид Дуби не совершили. Провалов таких, которые могли бы поставить на грант пропасти этих клубов нет. Здесь все более-менее стабильно. И очный матч тоже получился абсолютно равным. Хотя все-таки больше шансов было у Сюл. Команда старалась играть широко. Команда старалась придумывать какие-то интересные варианты. Вот такой момент мы с вами видим с переводом на дальнюю. Здесь уже ответ Канвон на передачу на границу штрафной площади. И почему вот не покатил в этой ситуации направо? Футболист в гости. Большой-большой вопрос. Там совершенно один был центральный нападающий. Но в итоге удар прямо в Ян Ханбина. 34-я минута. Здесь в ближний Чхо Юнвук бьет. Вот так снова убеждаемся, что очень талантливый футболист из Сеула. Когда у них игра идет, они действительно опасны, интересны. Очень много разных вариантов атакующих Сюл нам предлагает. Очень активен был в первом тайме Чхо Юнвук. Снова он убьет. И в итоге завершается первый таймчик еще на 0-0. Хотя там вот последний старт в нашем обзоре был как раз именно на счету Чхо Юнвука. Другой футболист Сеула пробил. Вот и на наших экранах фрагменты вторых. 45-ми минуты здесь Кангон пошел вперед. Ян Кангин привычно совершает парочку хороших сейбов за Сюл в отдельно взятой встрече. Кангон стал через центральную зону угрожать воротам соперника. Сюл немножко потерял свои линии полузащиты и обороны. Стали появляться между этими линиями вот такие разрывы. И Ян Кангин трудится от всей души на 53-й минуте снова выручает свою команду. Примечательно, что в этом матче у Сеула на скамеечке остался Пак Чхо Юнвук. Ну, пожалуй, главная звезда этого клуба. Человек, который в нынешнем сезоне команду мог дотянуть даже до первой восьмерки в игре против Тегу. Было у него два попадания в штангу. Вот сейчас мечтоподобное мы снова видели в исполнении футболиста Сеула. Здесь Ян Кангин до мяча дотянулся, но с большой натяжкой. А это забивает вышедшую на замену. Кто? Правильно. Пак Чхо Юнвук, 10-й номер, появился на поле и тут же отличился. Переиграл здесь, безусловно, вратаря Кангона Унсули отправился на выход. Преждевременно стал гадать и поймал вот на этом гадании соперника лидер атак Сеула. Но Кангон не собирался сдаваться и посмотрите, что выписывает здесь в воздухе Джек Вон Ли. Это просто сказка, как мяч обработал восьмерка Кангона, как он изловчился отдать пас. Это что-то из футбольного фристайла, из пляжного футбола, но никак не из матча Сеул-Кангон. Но так или иначе, иногда вот такую сумасшедшую технику показывают футболисты в локаре, каждый футболисты корейские, как и только один-один. Команды, наверное, абсолютно ожидаемо играют в ничью. Сеул отправляется на седьмое место, а Кангон остается на шестой позиции. Разрыв между командами, пять баллов, и Кангон уже точно не опустится ниже седьмой строчки. Следующий наш матч здесь, конечно, на наших экранах суперигра. Игра настолько важная, важность которой вообще невозможно описать словами. Игра принимал дома Пусан Айпарк. Пожалуй, две самые нестабильные и неудачные команды этого сезона. Игра по-прежнему последний, но Игра во многом героический. Сейчас пытается цепляться за то, чтобы остаться в лужно-корейской Кей-лиге 1, не опуститься в Кей-лигу 2, а Пусан Айпарк плывет. Вот если у нас все-таки эти команды являются главными претендентами на вылет, то будет логичнее по нынешнему положению дела, если Кангон и Найкет смогут спастись. А Пусан действительно, пожалуй, сейчас главный претендент на вылет. Команда, правда, совсем недавно выиграла в Сеул в гостях, сыграла с Улоном в мячу. То есть тоже последний результат у Кусана хороший. Ну и вот матч против Ринчхона начинается с забитого гола. Здесь во многом неудачно играет на выходе главкипи от Ринчхон Юнайтед. Зачем-то коснулся этого мяча и скинул его точно на голову соперника. Донг Джун Ли на 44-й минуте выводит вперед Пусан. Вот такой шанс получает Стефан Мугоша. И здесь он выиграл воздух. Невадимый по касаниям дотянулся до мяча. Пытался переправить в Донг, но хороший голкипер Пусан. После перерыва Ничхон стал еще больше созидать, больше атаковать. Стефан Мугоша включился. Но на самом деле Стефан Мугоша во второй части сезона это настоящее спасение для Мячхон Юнайтед. Человек действительно заслуживает самых лестных характеристик и оценок. И на 59-й минуте. Он, правда, вот не Стефан Мугоша, другой болезнь Тинфона зарабатывает 11 метров. Но в Южной Корее есть вар. От него никуда не денешься. И после консультации с видеоассистентами, после просмотра эпизода в ровке поля, арбитр отменяет взятие ворот. В итоге Мячхон снова с игры старается счет сравнить. Стефан Мугоша бьет. Мяч летит в створно уточном руке голкипера. 68-я минута Мугоша снова в этой центре внимания. Бывет из-за предела штрафной площади. Тут не разбериха в этой самой штрафной. Мяч выносится. Ответ Пусана. Передача и нечто подобное мы с вами видели в первые 45 минут, когда Пусан вышел вперед. А вот здесь головой уже забивает Инчхон. Важнейший мяч для хозяев. И буквально сходит с ума стадион. Не так часто можно скрыть подобные эмоции в рамках южнокорейского футбола. Но действительно, болельщики Инчхона счастливые. Забивает вышедший на замену 50-й номер. Сработала замена тренерского штаба команды Инчхон Юнайтед. Дэ Джунг Ким. Мяч красиво укладывает в сетку. Но на этом Юнайтед не остановились. И тут же провели еще одну разящую атаку. И сделали счет 2-1. Героическая победа наклевывается у Инчхона. Посмотрите, как радуются футболисты в черно-синей форме. Как рад Стефан Мугоша. Вот говорят, что многие легионеры отбывают и номер в южнокорейской килиге. Но обратите внимание, насколько важен был матч для того же Мугоша. В целом Инчхон заслуживает того, чтобы спастись. На самом деле сложилась такая ситуация, при которой ни одна команда, по сути, не заслуживает вылета. Вот так по-настоящему, если смотреть правде в глаза. Микусан реально стал набирать очки и цепляться за последнюю подножку уходящего поезда. Про Инчхон вообще молчу. Но вот посмотрите, что происходит. Вы посмотрите, как бьется Инчхон. Этот эпизод даже попал в официальный аккаунт 433 в Инстаграм. Это популярная страница, мировая, куда выкладывают самые интересные моменты из произошедшего в футбольном мире. И в целом, на всей планете собирают похожие эпизоды. Чаще всего это, конечно, голы. А здесь футболисты Инчхон Юнайтед заслужили внимания. Вот так спасая свои ворота в такой сложнейшей борьбе. И в итоге по-прежнему 2-1. Добавил арбитр 4 минуты. Стефан Мугоша мог забивать свой первый гол в этой встрече. На месте голки от Пусана. И в итоге победа! Инчхон Юнайтед 2-1. Команда набирает 24 очка. И в одном балле сейчас Инчхон от Пусана, от Соннама. И, внимание, от команды Кванжу. Но это, разумеется, общая таблица. Кванжу никак не вылетит, потому что играют в первой шестерке. Но так или иначе, Кванжу сейчас действительно 25 очков. Команда совсем неудачно играет в чемпионской группе. Следующий матч. И это Тегу Похан Стилерс. Но вот эти команды, конечно, всегда радуют обилием голов. Наверное, больше это все-таки нужно сказать про Похан. Но и Тегу тоже те ребята, которые любят играть красиво. В частности, разумеется, это делает Сези. Который вот в дебюте матча при попустительстве защиты забивает свой гол в этом поединке. Но напомним, что в составе за стиль есть и Станислав Ильюченко, и Паласиус, и Полочевич. Это трио всегда очень опасно выглядит вблизи чужих ворот. Так было и в нашем поединке. После промышленного мяча Похан пошел в атаку. И Полочевич с передачей Ильюченко на 31-й минуте забивает. Кстати говоря, довольно похожие позиции были у Полочевича и Сезини. Тоже оставили совершенно одного серба. И он так же, как и бразилец, метров 13 поражает почти что пустые ворота. Затем еще вот такой момент был у «Россиянина». 45-я минута. Ильюченко благодарит футболиста Пхохана за такой пас. Дэйм Дамьянович в штрафной площади. Здесь неразбериха. Брасается под этот удар сам «Букан». Еще один шанс для тегу. И 1-1. Это то, что там завершится первый таг. Дальше мы не сомневались, что будут голы. Пхохан Стиллерс очень много забивает после перерыва. Но для начала нужно нам понаблюдать за тем, как на исходе часа матча. Дэйм Дамьянович. Нелогасающий, не стареющий. Дамьянович снова забивает свой гол. Такой типичный мяч получился для этого черногорца. Забивает он уже девятый гол в нынешнем сезоне. Для 19-го футболиста забить 9 голов за 22 тура. Это достаточно красный результат. Смотрите, как на технике на опыте Дамьянович смог попытку реализовала. Дальше уже мы с вами наблюдаем вновь за атаками красно-черных. Пхохан Стиллерс точно должны были в этом матче забивать. Правда, вот совсем мало времени оставалось на поле Пхохана. 83-е минуты здесь тегу были ближе к тому, чтобы укрепить свое преимущество. Но и Станислав Ильиченко. Куда же без него? Ильиченко забивает важнейший мяч для себя, для своей команды. Отлично в воздухе перевесел всех оппонентов. И мяч направил в противоход Геоуфики. 18-й гол Ильиченко в нынешнем сезоне. Он, конечно, не жуниру на Гао, который стал немножко буксовать. Но все равно находится на границе 30-ти забитых голов. Правда, наверное, вот этот 30-й не пробьет. Ну а Сезинья. Вот про этого парня тоже не забываем. Сезинья забивает так же, как Ильиченко. 18-й гол в сезоне. Дубль на счету бразильца. Прекрасная комбинация. Дэн Дамьянович и Сезинья просто делают результат для ТЭПа. Вот насколько важны легионеры в южно-хорейской кей-линике. Ильиченко, пожалуйста, наглядное подтверждение. Все три гола. Это работа центрального нападающего и атакующего полузащитника Дамьянович ТЭГУ. 3-2 выигрывают. Они у Бокон-Стилистов. Идем дальше. И, пожалуй, самый неинтересный в плане результата матч. Каванчжу, Санчжу, Санму. Обе команды уже все всем доказали. Обезопасили себя от вылика еще до старта. Так называемой серии плей-офф. Ну, хотя это, конечно, все совсем не похоже на плей-офф. Но до старта разграничительной линии после регулярного чемпионата обе команды точно запасили себя от фенита. И спокойненько играют в первой шестерке. Причем, ну, Санчжу, Санму все-таки поинтереснее. Я уже сказал о том, что Кванжу вообще не набирают очков. У них 25 баллов на данный конкретный момент. И если бы команда играла в второй шестерке, то Кванжу реально могли вылететь. А так все по-прежнему спокойно у футболистов в желтой форме. И спокойно также они пропускаются в первом тайме. Ничего особо интересного команды нам не предложили в первые 45 минут. Это стандартное дело для Санчжу, Санму и в целом для Кванжу тоже. Здесь нужно было понимать, в какой форме Филиппе. Как он себя чувствовал, видим, что у Филиппа почти не было моментов. Значит, и особо не было моментов у хозяев в целом. Вот, Филиппе получает, пожалуй, свой первый шанс. На 49-й минуте, но вокруг него образуются сразу 4 футболиста Санжу Санму, которые не дают пробить и развернуться. В итоге передача назад, удар с дальней дистанции. Донжон-пак очень был хорош у армейцев. В первом тайме он завел. Во втором тайме вот такой сольный проход совершил. Рейд завершился угловым. Здесь уже шанс у Кванжу. Напомню, что Санжу Санму немножко обеспровленный в сравнении с регулярным сезоном. Закончилась срочная служба у большого количества бывших основных футболистов Санжу Санму. И в итоге немножко усечен в варианте. Эта команда доигрывает сезон. Ну, я уже говорил о том, что особых турнирных задач у Санжу Санму уже нет. 93-я минута, да, еще 92-я минута. Три минуты добавлено. Армейцы, несмотря на то, что лидируют матч и завершали матч в атаке. В итоге победив Санжу Санму набрали 44 балла, что на самом деле очень плохо. И с лидерами меньше, чем у Кохан Стиверс. Ну, а Кванжу, да, 25 очков. Один балл набранный. И Кванжу уже, откровенно, последняя в первой элитной группе чемпиона. Ну и подбираемся мы с вами вот так плавно, аккуратно к центральной игре всего сезона в рамках Хоккей-лиги 2020 года. Ульсан Хёнде дома принимали Чонг-хонген Метерс. Напоминаю, что у команд было равное количество очков перед этой встречей. 54 балла у Чонгука, 54 очка у Ульсан Хёнде. И та команда, которая выиграла в этом матче, могла набрать 3 балла и обеспечить себе чемпионов. По дополнительным показателям, действительно, преимущество было на стороне Чонгука. Ульсану необходимо было подвязать с как можно более крупным счетом. И попытки на что-то сзади первым Ульсан предпринимал. Удар был у Юзидгарама со штрафного. Здесь уже мяч в штрафной площади. Ульсан Хёнде и Густаво зарабатывает пеналь. Снова главный армитер матча. Отравится громкий поле. Но после видеопросмотра ставит на точку. И мы видим, что к мячу подходит Густаво, который разбегается и не переигрывает Чохину. Чохину – это действительно лучший галкипер в этом сезоне. С огромным отрывом он опережает любого конкурента. И здесь свою команду продолжает держать на плаву. Ногой отбивает в стиле Игоря Акинфеева. Пожалуй, все-таки больше шансов в первом зане было у Чонгука. Посмотрите, как команда наседает на чужие ворота. Вот такой шанс был у футболиста в салатовой форме. Тоже попадание в каркас ворот в этом смысле. 1-1 в первые 45 минут. А по общему счету 0-0. И вот еще имели шанс на то, чтобы забить хозяева. Но никому не было создано включиться до перерыва. Было ощущение, что игра идет до гола. Что команды не будут забивать в этом матче много. Было ощущение, что именно единственный решающий удар в этом матче станет решающим же в рамках всего сезона. Мудабару появился на поле у команды Чонге Моторс. Именно этот легионер, разбегая немножко вперед, скажем, станет главным творцом успеха для своей дружины. Но при этом там будет очень большой вклад в успех Чонгука. Но пока Ульсан Кюнде атакует, пока у них все более или менее ровненько. А вообще, конечно, Ульсан очень тяжело играть против этого соперника. Стабильно. Хозяева проигрывают Чонгуку, либо играют в ничью. Только лишь в мае 2019 года в последний раз Ульсан выигрывал у Чонгука. Но и в этом матче тоже было не суждено победить команде хозяев. Мудабару здесь празднует взятие ворот. Но, конечно, мы обращаем внимание, потому что это на воле 90% успеха для Чонгука подарил защитник хозяев. Но как так можно играть в решающей встрече, в важнейшем матче? Кингихи. Это ужас. Необъяснимая ошибка 44-го номера Ульсана. И Кингихи ставит уже, по сути дела, на грань пропасти Ульсан. Вот он, Джуниор Негао. Человек, от которого ждали гол. Джуниор Негао нахватил в этом сезоне уже 25 мячей. Но в чем парадокс? В самый важный свой матч Джуниор Негао не забил и был особо незаметен. Вот еще попадание в перекладину от Ульсана. Ульсан всеми силами цепляется за ничью, но не суждено команде забить в этом матче. И в итоге Чонгбук чемпион. Поздравляем Чонгбук, Хенде Мотор с этим успехом. Меня зовут Антон Никитин. Спасибо, что смотрели наш обзор. Любите футбол. Продолжение следует...